Так или иначе, дрейф уже закончен. Лишний час, даже лишние сутки не смогут сыграть никакой роли. Без суток, и мы сами в полных запасах. Это фрагмент спектакля, который представили на муниципальный этап фестиваля Тиарт Олимп Росатома непрофессиональные актеры из школы номер 222. Теперь историю об окончании легендарного дрейфа ледокольного парохода Георгий Седов увидят зрители в Новоуральске. Зареченцы завоевали право выступить в финале конкурса, который проходит в рамках проекта «Школа Росатома». Сценарий спектакля дети написали сами, в основу легли исторические материалы. Взяли сразу интересные документальные очерки о дрейфе ледокола Седов, капитана, который был на этом судне в то время, и сделали из него литературный текст. Труппу собирали специально для участия в конкурсе. Руководителем новорожденного коллектива стала учитель биологии Татьяна Агапова. Для многих участников выступление на фестивале Тиарт Олимп Росатома стало испытанием собственных возможностей. Надо проверить себя, что-то новое узнать, как-то поработать над собой, придать себе уверенности. Я себе сказал, если я не поучаствую в этом, то, наверное, я буду слабаком. Владиславу досталась роль капитана, ледокола Георгий Седов. Он постарался показать на сцене энергичный и волевой характер этого человека, его силу духа. Чтобы лучше понять своих персонажей, дети провели небольшой актерский эксперимент. У нас была ситуация, что мы находимся три года во льдах, мы очень мало едим, и мы ничего не ели. Перед игрой мы вообще ничего не ели, мы себя, можно сказать, голодом морили. Беспокоиться не стоит. Импровизированная голодовка длилась всего несколько часов. Ни один актер не пострадал. Зато ученикам 222-й школы удалось впечатлить жюри и зрителей и занять первое место на муниципальном этапе. Мы, конечно, не ожидали, что будет такой результат, но надеялись. Конечно, как и все актеры, волнуемся, думаем, что все испортили, накосячили, но, как всегда, выходит гораздо лучше, чем ожидаешь. Теперь зареченцам предстоит выступить в Новоуральске. Они не только покажут свой домашний спектакль, но и мини-сцену из общей постановки, в которой примут участие все финалисты фестиваля конкурса «Тиарт Олимп Росатома». Ксения Тризна, Вячеслав Юртаев, телерадио «Компания Заречный».